Доброе утро! Мне кажется, что сейчас вторник, на самом деле, потому что с утра просыпаешься, я уже слышу, как поют птички, уже светло, если совсем недавно, буквально две недели назад, можно было увидеть темноту, кромешную, точнее ничего не увидеть, то сейчас солнечные лучи и, в принципе, хорошо. А мне кажется, что очень удобно стартовал апрель, потому что понедельник первое число, вторник второе, и, собственно говоря, так аж до воскресенья понятно, какой сегодня день, только зная число. В любом случае не запутаешься. Вот именно. Ну, знаю, кто еще может теперь не запутаться, это женщины, у которых мужья при разводе могут теперь, есть вероятность того, что могут теперь забирать фамилии. Дело в том, что депутат ЗАГСа собрания Ленобласти, один из депутатов, он обратился в Миню с предложением забирать у бывших жен свои фамилии. Ну, не знаю, как в Минюсте отреагируют на такое предложение на самом деле, но мужчина выступает и говорит, что очень много мужчин при разводе хотели бы забрать уже бывшей жены, теперь уже свою фамилию, а они имеют на это право. Ну, это все лирика, а теперь, наверное, стоит поговорить о новостях. Севастопольские лошади-актеры готовятся к новым съемкам. Они, как и звезды шоу-бизнеса, отрабатывают сцены, трюки и настраиваются морально. Наш собственный корреспондент Анастасия Соснина расскажет подробнее о знаменитых скакунах и о их карьере. Инна Малышева с детства мечтала создать конный дом, осуществила задуманное 14 лет назад. Вместе с дочкой она содержит 20 лошадей. Каждой лошади выбираю профессию. Я смотрю на ее характер, на ее какие-то качества такие и больше подбираю, нежели там учу. А потом просто развиваю то, на что лошадь способна. Если жеребенок рождается у нас, он уже приучается к рукам, чтобы он ничего не боялся. То есть он, допустим, с мамой, мама проходит какие-то тренировки, жеребенок стоит наблюдать. Обучать жеребят начинают с трех лет. У каждого свой карьерный путь. Например, Энигма участвует в шоу-программах и конном театре. А другие животные гастролируют по Крыму и России. Снимаются в клипах, фильмах и сериалах. Среди популярных викинг, Иван Поддубный, Тарас Бульба. Этого коня зовут Анкор. Сейчас ему 10 лет. Среди сниматься в фильмах начал в трехлетнем возрасте. На съемках в Одессе на нем ездил даже сам Боярский. Однако, помимо участия в фильмах и фотосессиях, Анкор выполняет и цирковые трюки. Анкор, крестик. Занятие, отработка трюков у лошадей проходит регулярно. Для животных важен и отдых. Подход особенный. Используют специальные средства для ухода и снаряжения. По каждой лошади мы подбираем свою сбрую, чтобы не набить холку и так далее. Мы сначала одеваем седло. Это самый главный вид амуниции. Затягиваем подпругу до такой степени, чтобы седло не каталось по лошади. Также может быть три подпруги на джигитовочном седле. После надевают уздечку. Все для того, чтобы наездник смог выполнять трюки. Каждое неправильное действие опасно как для человека, так и для животного. Эти лошади не боятся огня и преград. Но среди них есть те, кто не переносит физических нагрузок. Такие животные участвуют в фотосессиях и ипотерапии. Это метод реабилитации по средствам верховой езды. То есть этот вид реабилитации оказывает психологическое и физическое влияние на организм человека. Сейчас воспитанники конного дома отрабатывают роли, которые сыграют в следующих частях киноленты Гардемарины. Съемки пройдут на полуострове. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. На крыльях золотого грифона к творческим вершинам. Слушителям мельпомены вручили высшую театральную премию республики. Она учреждена Крымским отделением Союза театральных деятелей России и Республиканским министерством культуры. За время конкурса жюри отсмотрело 16 спектаклей. Награды нашли своих героев в разных номинациях. В атмосферу праздника окунулась наш корреспондент Екатерина Серегина. В Государственном академическом музыкальном театре республики собрались преданные служители мельпомены, театралы из самых разных уголков полуострова. Началось мероприятие с вокальных и танцевальных постановок. Ну и главное, для чего все собрались, вручение сцитуэток «Золотого Грифона». Их вручили в специальных основных и актерских номинациях. Но и главное, выбрали лучший спектакль. Им стал мастер и Маргарита Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Я довольна, но нет предела совершенству, тем более в творчестве. Поэтому я думаю, что к следующей премии, к следующему конкурсу коллектив будет готовиться более активно, наверное. Я думаю, что больше будет спектаклей, событий, будет больше эксперимента. По крайней мере, я этого очень жду. Премия «Золотой Грифон» проходит в Крыму уже в третий раз и в следующем году обещает порадовать еще большими масштабами. Екатерина Серегина, Рустам Файзулин, новости 24. Ну и пока это все новости к данному часу, но дальше в течение следующих двух часов мы расскажем вам гораздо больше. Конечно, будет о чем поговорить, потому что в мире ежедневно происходит много чего интересного, а главное важного, как для жизни общества, так и просто полезно знать подобную информацию. Но, кстати, о новостях. У нас еще есть коллеги с радио, которым тоже есть что рассказать. Давайте с ними поздороваемся. Родной, а ты там хоть раз был? Доброе утро! Друзья, мы прерываем нашу беседу на связь с нашими коллегами с утра. Утро нового дня. Действительно новый день. Мы еще не отошли от вчерашнего. У вас новый день. Хотела сказать, что мы не хотели бы вас прерывать, но нет, хотели бы. О чем вы сегодня беседуете? Мы беседуем о запрете, нерестовом запрете на лов рыбы, который введен, кстати, буквально со вчерашнего дня в Крыму. Мы уточняем у наших гостей, на какой вид рыбы, в каких водоемах это все можно... И когда все это закончится, в конце концов. Когда это все закончится, с какими лодочками можно, с какими нельзя. Это первый час эфира нашего. А что считается браконьерством теперь? Браконьерством считается нарушением правил рыболовства. То есть незаконный вылов рыбы в запрещенные сроки. Пойдете с удочками, это уже будет браконьерство. Да, Саш, так что. Потому что нерест. То есть вот так вот у Евпатории на набережной, как раньше ты идешь и видишь, что сидят рыбаки, теперь наблюдать такую картину мы не будем? Будете, потому что на море запрета на сегодняшний день на вылов нет. Есть ограничения по общему вылову по весу рыбы, по количеству снастей на одного рыбака. А запрет на вылов из моря с первого апреля нет такого запрета. Так что рыбачила Саша. Только на предсоводных водоемах. Как рыбачила, так и продолжай. Да, да, я чувствую проследить. Рыбачка Саша как-то в мае. Рыбачка Саша. Ну, кто там знает. О чем вы беседуете сегодня? А мы тоже рыбачим, в свою очередь, только вот на новости и интересные события. О чем только не поговорим. В том числе расскажем, куда можно съездить, какие интересные технические сооружения находятся на полуострове. Да и в целом пройдемся по самым актуальным новостям. В общем, мы всегда, как всегда, в тренде. Да, стараемся. По крайней мере, стараемся. Главное еще оставаться в тонусе. Ну что, спасибо вам большое. Удачи, удачного эфира. И вам, коллеги. Спасибо, до связи. Пока-пока. Действительно, по-настоящему бодро начинается эфир, когда связываемся с коллегами с радио. Они могут поднять настроение, да и рассказать что-нибудь интересное. Ну, по крайней мере, о том, что теперь нужно какие-то ограничения учитывать. Если ты собрался поохотиться за рыбкой, да, это тоже свои будет охоты, то нужно слушать радио наше. Это верно. А вот какие ограничения, к сожалению, соблюдают не все жители полуострова, так это ограничения на мусор. Его выкидывают, выбрасывают, он лежит вдоль обочин. И сотрудники муниципальных предприятий должны убирать этот мусор. И что интересно, за минувшие выходные, это буквально два дня назад, вывезли из города 6 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Это, по сути, большое количество стихийных свалок. Ну, несколько таких больших свалок. Да, и продолжается работа по их ликвидации, но, к сожалению, далеко не всегда удается все-таки ликвидировать эти большие скопления мусора, потому что по привычке люди даже на очищенную территорию продолжают выносить мусорные пакеты. Поэтому мы напоминаем, что социальная активность крайне важна. Если вы видите какую-либо стихийную свалку, несанкционированную кучу мусора, чтобы ее вывезти, вы должны позвонить по общему номеру, по контактной линии муниципального предприятия по уборке. Оно обязательно явится, это произойдет в ближайшие сроки, и уберут эту свалку, потому что не за всем возможно следить, не все замечают сами коммунальщики, и поэтому, конечно, гражданская позиция крайне важна. Ну, а в первую очередь нужно не мусорить, особенно учитывая, в каком месте мы живем, ведь в Крыму. Ну, посмотрите, это природа, горы, это тепло, да вот уже приходит стучиться в двери настоящая теплая весна. И смотреть на эти пейзажи, когда тает снег, уходит грязь, и появляются бутылки, окурки, что угодно, то это, конечно, не самая приятная картина. За то, что гораздо приятнее, это просто выйти на улицу, насладиться нашей теплой уже весенней погодой, и сейчас о ней мы расскажем подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я тут прочитала, что теперь может появиться биометрические системы распознавания лиц в российских жилых комплексах. Ну, то есть специальную систему датчиков, камер будут теперь вешать, также на строящихся объектах. Ну, во-первых, из хорошего это действительно может привести к количеству сокращения там заборов, либо охранников, чтобы люди меньше работали, все было гораздо более автоматизировано, но тем не менее, теперь, наверное, спрятаться не сможет никто. Вот пришел ты в гости к подружке, при этом не сказал маме, куда пошел. Нет, ну я думаю, что мама доступ к камерам иметь не будет. Действительно, коробочного подхода, в принципе, быть не может, потому что каждый жилой комплекс, каждое предприятие требует своих особенных условий. Это и отдельные камеры, отдельные линзы и отдельная система коммутации, то есть связи приборов между собой. Поэтому под каждый жилой комплекс будет проводиться отдельная уникальная настройка. Конечно, сейчас технология не применяется в живых домах, а будет тестироваться исключительно на строящихся объектах. Но в скором будущем действительно. Ну и, конечно, делается это все для того, что, на самом деле, если говорить без шуток, то в Министерстве строительства России и в МинжКХ, тоже в федеральном ведомстве считают, что эта технология позволит повысить в первую очередь безопасность наших граждан. Ну а это уже немаловажно, потому что все будет автоматизировано в первую очередь для того, чтобы мы безопасно ходили по улицам города. Ну, конечно, мы и так безопасно ходим, но чтобы все было точно в порядке. Это, по всей видимости, связано еще с тем, чтобы в случае чего можно было следить людей, которые были во дворе, которые заезжали во дворе на автомобиле. Потому что, между прочим, система будет распознавать еще номерные знаки автомобиля, как я понимаю, и, возможно, в том числе модель. Не новость, на самом деле, потому что подобная вещь уже была введена в Китае. И сейчас проходит тестовую обкатку, скажем так, в некоторых городах. Но там, помимо этой системы, введена еще система бонусов. И за твое благоприятное или неблагоприятное поведение, в зависимости от ситуации, тебя либо поощряют, либо наказывают. А бонусы уже определяют, насколько я понимаю, таксу налога и прочее. Система интересная, но надеемся, что у нас такое не будет. Ну, то есть, если ты идешь по улице и где-нибудь решил там набедокурить, это все незамеченным не останется. Поэтому ведем себя еще корректнее и максимально вежливо. Да, на самом деле. И, в принципе, такие радикальные меры создают ощущение некой накрытости, да, когда как будто бы на тебя смотрят через большую призму, через большую линзу телескопа. Ну, не будем говорить про какую-то антиутопию, которые были модными буквально лет 10 назад, да. Я думаю, что некоторые из них и до сих пор. И все-таки хочется поговорить немножечко еще о другой технике, совершенно другого рода, о космической технике. И вот как раз в этих вопросах разбирался Александр Ткачев. У него только спички волшебные. А без спичков ноль без палочки. Ребята! Где вы? Где вы? Пейзаж бухты Коцевели всегда притягивал фантастов и киношников. Антураж поселка ученых немыслим без океанической платформы Института Южных морей и всевидящего ока 22-метровой радиотарелки Крымской астрофизической обсерватории. Для большинства людей телескопы — это массивные приборы со стеклянными линзами. Но есть и другие способы изучать звездное небо. Впрочем, не только небо, землю тоже. Этот массивный аппарат — тоже телескоп. Вот только его зрение специализируется на тех диапазонах, которые не воспринимает глаз — радиоволнах. РТ-22 — наследие космического бума середины прошлого века. Тогда послевоенные технологии развивались взрывообразно. Люди грезили космосом и понимали, кто владеет небом, владеет всем миром. В 1960 году и в 1965 году уже было завершено строительство, а в 1966 уже были начаты первые пионерские наблюдения. Первые наблюдения были связаны с исследованием Солнца. За полвека существования инструмент претерпел незначительные изменения, которые в основном коснулись компьютерного обеспечения. Сам принцип работы прост. РТ-22 — родной брат оптического телескопа-рефлектора. Исследуемый объект излучает радиоволны. Радиоволны попадают на чашу радиотелескопа. Приемник принимает излучение, собранное тарелкой, и передает его на систему регистрации, записывается в компьютер. Самое главное в его работе — идеальная поверхность чаши. Малейшая неровность исказит точность приема данных. Стабильность зеркала радиотелескопа контролирует 16 тысяч реек и болтов, двигающихся независимо друг от друга. Невероятная точность лучшего радиотелескопа страны позволила изучать не только небо. С помощью нашего телескопа была измерена скорость смещения крымского полуострова, скорость движения тектонической плиты, на которой мы расположены. Она составляет более 3 сантиметров в год. На небе давно найдены объекты, обладающие устойчивым положением. Например, квазары. Их неподвижное излучение — точка отсчета. Ориентируясь на эти маяки, ученые измерили тектонические смещения плит нашей планеты с точностью до 1 мм. Позже, базируясь на этом принципе, создали системы GLONASS и GPS. Небольшая обсерватория в Коцевеле имеет международное значение. И не только из-за гигантской радиотарелки. У астрономов есть другие задачи и инструменты. Сложно представить, что в этом белом сплошном шаре располагается телескоп. Тем не менее, поверхность сферы для радиоизлучения прозрачна. В этих куполах изучают Солнце. Наша родная звезда — не только источник тепла и радости, но и серьезной угрозы. Слышки на Солнце влияют как на людей, так и технические средства. В первую очередь страдают космические аппараты, все то, что связано с электроникой. По рекомендации ООН, Международная служба Солнца, которая включает 14 наземных и две космические обсерватории. Один из пунктов, в котором мы сейчас находимся, входит в это международное Солнце под названием Служба Солнца Крым. Предупредить метеозависимых людей не выходить из дома куда проще, чем реанимировать больных с инфарктами и инсультами. Как ни странно, даже в медицине, вполне земной науке пригодились астрономические исследования. Радиотелескоп РТ-22 входит в пятерку лучших инструментов мира, он занимает четвертое и пятое место. Если сравнивать по характеристикам, смеющимся в Российской Федерации, этот инструмент занимает односнидирующих мест в миллиметровом диапазоне. Все открытия последних лет — это или радиодиапазон, или с участием радиодиапазона. Всевидящее Око Коцивели — не только футуристическое украшение Южного берега, РТ-22, а главное — люди, которые работают с ним, во все времена были гордостью крымской и российской науки. Вероятно, неспроста гигантская тарелка стала символом советской программы «Время». Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Есть хорошие новости для любителей урбанистики. Крыши и фасады домов Ялты будут приведены к единому стилю. Ну и что немаловажно, что во всем муниципальном округе будут действовать эти правила, что приводить в единый вид крыши, рекламные вывески, фасады будут во всем районе Большой Ялты, не только в городе Южнобережном. И в проекте предусматривается единый подход к внешнему виду и конструкциям рекламоносителей, формату вывесок и анонсов в предприятиях торговли и общей беде. То есть, если рядышком есть рынок с каким-нибудь красивым историческим зданием, то он должен будет выглядеть соответствующим. Что же, можно сказать, что город у моря приобретет свой исторический, аутентичный вид. А ведь когда-то он и был таковым. Давайте разберемся, что в принципе происходило в прошлом, а в частности, конкретно в этот день, 2 апреля. 2 апреля 1718 года Петр I создает в Русском царстве тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. В первые годы учреждение существовало параллельно с преображенским приказом, выполнявшим сходные функции. Окончательно упразднена Александром I. 2 апреля 1725 года родился Джакомо Казанова. Итальянский авантюрист, писатель, автор обстоятельной автобиографии «История моей жизни». Благодаря этой книге он настолько прославился своими многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало нарицательным. И теперь используется в значении «женский обольститель». Если верить его мемуарам, Казанова встречался с европейскими монахами, папами, кардиналами и такими выдающимися деятелями просвещения, как Вольтер, Моцарт и Гёте. 2 апреля 1912 года лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно. Спуску судна предшествовала длительная подготовка. Вначале разбирались леса. Затем масса еще не полностью построенного корабля с подкилевых дубовых колодок переносилась на гидравлические курки. После чего из-под нища убирались опоры и стойки, которые подерживали корпус в требуемом положении. Крепились деревянные салазки. Для спуска судна на воду уходило 23 тонны паровозного масла, смазки из рыбьего жира и жидкого мыла. 2 апреля 1922 года в Москве открылась библиотека иностранной литературы. Каталог состоял из разделов по философии, литературе, истории, географии, мемуарам, биографиям, учебному разделу и детской литературе. В 1923-м библиотека получила около 12 тысяч томов иностранной литературы из библиотеки имени Островского, а также организовала бюро по выписке современной странной литературы из-за границы. 2 апреля 1958 года у Ичита Фоллс, что в Техасе зарегистрирован торнадо, развивший скорость 450 км в час. Причины образования смерчи недостаточно изучены до сих пор. Можно указать лишь некоторые наиболее характерные сведения. Грозы бывают в большей части земного шара, за исключением регионов с субарктическим или арктическим климатом. Однако смерчи могут сопровождать только те грозы, которые находятся на стыке атмосферных фронтов. Наибольшее количество таких природных явлений фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США, меньше в восточных. Ну что же, а теперь по традиции. Отдел прошлых к не менее важным делам насущным. Поговорим про бензин. Сколько стоит, да что уж там бензин, про горючее топливо в целом. Сколько стоит оно на рынке сегодня, прямо сейчас и узнаем. Что же, газ фактически не меняется. Опять круглая сумма. 28 рублей ровно. Дизельное топливо дороже, менее чем в два раза, но все же. 51 рубль, 32 копейки. 92-й бензин стоит дешевле дизеля, 47 рублей 21 копейку. Но все же, как говорят автолюбители, расход с ним побольше. 95-й бензин, 50 рублей 42 копейки. Что, естественно, дороже 92-го. Но только вам решать, каким заправлять свой двигатель. Вернее, вам и техническому паспорту. И 98-й бензин стоит 56 рублей 59 копеек. Бензин для мощных скоростных автомобилей и поэтому, естественно, дороже всех остальных. Теперь, когда мы знаем про цену на топливо, хотелось бы поговорить про то, сколько стоит валюта на финансовом рынке на данный момент. Ситуация, конечно, не постоянная. Иногда валюта растет, иногда падает. Поговорим про два наименования. Это доллар и евро. Что же, касательно первого. 64 рубля 73 копейки за единицу доллара. Немного упал по сравнению со вчерашним днем. И евро не уступает. 72 рубля 72 копейки. Вот такая зеркальная сумма и тоже небольшое падение на рынке валюты. Что же, вполне возможно, это полезно. И сейчас самое время идти и закупать ценную валюту. А возможно, даже заправлять полный бак, учитывая, что мы даем полную необходимую информацию, чтобы распоряжаться финансами как минимум более экономно, чем это делают обычно. Ну, распоряжаться грамотно нужно не только финансами, но и другими богатствами, например, книгами. Либо журналами. Ну, не знаю, журналы, конечно, нам попроще купить, а книги сейчас стоят недешево. И очень жалко, когда их жгут. Как, например, в Польше, там католические священники публично сожгли «магические книги». «Магические» в кавычках. Все потому, что у одного из касталов Гданьска группа священников сожгла книги, которые они считали противоречат учению христианства. И среди сожженных книг знаешь, что оказалось? Да, интересно. Ну, во-первых, всем известные романы Джоан Роулинга, Гарри Поттере, ну, конечно, «Сумерки» Стефани Майер, ну и все вот в таком духе. Это те романтические, мне кажется, что это и фэнтези, и при этом романы, потому что они о выдуманных мирах, несуществующих. Но священники решили, что нельзя такое популяризировать, такие учения, и привели даже цитаты из Ветхого и Нового Заветов. Это, на самом деле, интересная новость, потому что что только с бедным Гарри Поттером не было. Кто против него не выступал, потому что волшебство не дает многим людям покоя. А как по мне, нет ничего плохого в том, чтобы не то, чтобы верить, а в том, чтобы получать удовольствие от сказки. Ну, дело в том, что реальность тоже, в основном, конечно, приносит удовольствие, но при этом нужно иногда от этой реальности абстрагироваться. Именно в такие моменты книги о вымышленном мире мальчика Гарри Поттера, да, они им помогают расслабиться. Конечно, ведь это не единственный представитель такого жанра, но, пожалуй, что самый популярный. Я думаю, что если бы популярность имела другая, сказочная литература доставалась бы конкретно ей. Не думаю, что ситуация конкретно в том, что что-то не так с книгами о Гарри Поттере. Но, как бы то ни было, я думаю, о нем помнят все, кто когда-либо читал его в детстве. Кстати, про память. Штука, на самом деле, интересная. Я тут провел небольшое исследование и выяснил, почему мы что-либо забываем и как постараться улучшить свою память. Давайте прямо сейчас и посмотрим. В Токио находится музей так называемых забытых вещей. Большинство находок обычные, но некоторые заставляют задуматься. Как именно работает человеческая память и почему что-то мы забываем, а что-то помним всю жизнь. Давайте разберемся. По большей части, конечно, это кошельки, телефоны, очки, удостоверения и кредитные карты. Интересно, что чаще всего люди забывают предмет первой необходимости. И поверьте, происходит это не просто так. Все дело в механизме запоминания. Когда на улице идет дождь, мы воспринимаем зонд как очевидность. Информация о нем остается в кратковременной памяти. А там отвлекся и забыл. Чтобы избежать этой неприятности, кладите вещи первой необходимости в места, с которыми обязательно соприкоснетесь в процессе сборов. Более того, такое действие увеличивает шансы запомнить все, что вам нужно взять с собой. Но опасно и сильно концентрироваться на вещах, которые мы боимся забыть. Излишнее напряжение создает необходимость расслабиться и отвлечься, тем самым формируя окно, в котором мы забываем объект нашего пристального внимания. Расслабьтесь. Так шансы выпустить из головы мысль куда меньше. Согласно статистике, люди забывают в такси редкие и важные для них вещи. В список попали документы на развод, золотые вставные зубы, музыкальные инструменты, еда и домашние животные. А все потому, что отвлечься куда проще, когда мозг перенапряжен и нуждается в отдыхе. И все же, как работает механизм забывания? Одно дело оставить дома телефон, другое забыть о день рождения близкого человека в крайнем сроке сдачи отчета или важном поручении. Ученые выделяют четыре основных причины. Разберемся поподробнее. Так, я же ничего не забыл? Порой кажется, будто бы целый пласт информации просто исчез из памяти. Или же вы точно что-то забыли, но не помните, что именно. Ошибка поиска – самая частая причина забывчивости. Теория распада объясняет этот феномен так. Каждая новая мысль формирует логическую цепочку воспоминаний. Стресс, резкая смена обстановки или время имеют все шансы разрушить одно извенье в цепи. Правда, это объясняет лишь потерю кратковременной памяти. Теория интерференции говорит о том, что схожие воспоминания вытесняют друг друга. Правда, есть способ минимизировать этот эффект. Регулярное повторение и перепроверка новой информации создают отдельный пласт, который никак не воздействует на воспоминания из прошлого. Ошибка хранения. Очень часто информация не откладывается в долгосрочной памяти просто потому, что на деле она нам не нужна. Проведем эксперимент. Все же знают, как выглядит 5-рублевая монета. Посмотрели? Запомните. А теперь закройте глаза и попытайтесь повторить. Не вышло. Все верно. Чтобы отличить одну монету от другой, вам достаточно знать ее вес, цвет, размер и цифру. Мелкие детали совсем не обязательны. Решка. И все же, самым актуальным способом является простая тренировка памяти. Учитесь, вникайте и не стесняйтесь повторить информацию. Но далеко не всегда все так просто. Один британец обратился к донтисту. После анестезии ему стало плохо. Врачи поставили диагноз. Амнезия. Теперь каждый день начинается для него одинаково. Он собирается на прием к стоматологу. Памяти хватает лишь на 90 минут. Звучит, как сценарий для фильма, но, увы, такие случаи далеко не редкость. Стресс и боль могут быть причиной нарушения памяти. Старайтесь избегать чрезмерного напряжения и переутомления. Так вы сохраните не только память, но и свежесть ума. Итак, пройдемся по основным техникам улучшения памяти и мозговой активности. Метод Айвазовского. Достаточно сложно передать такой динамичный момент, как движение волны. Нужна хорошая память. Пристально изучайте объект в течение пяти минут, а затем, закрыв глаза, восстанавливайте его в мельчайших подробностях. Что тренируется, то развивается. Учим стихотворение и прозу наизусть. Известный всем актерам прием давно прошел проверку временем. Не зря же в школе мы сидели над Бородино. Это касается и иностранных языков. Вносите в жизнь разнообразие. Чем привычнее обстановка, тем меньше деталей подмечает мозг. А наша цель – его развитие. Ходите домой непривычными маршрутами, обращая внимание на мелочи. Не зубрить, а понять. Выучить еще не значит запомнить. Только правильно усвоенную информацию мы можем применять на практике неоднократно. Мозг нуждается в логической цепочке, чтобы пользоваться информацией корректно. Простые, но эффективные упражнения помогут вам развить память на долгие годы. Помните, дело подается терпению. Важно верить в свои силы. И главное – будьте внимательны. А, да, точно. Ешьте побольше овощей. Ну, теперь главное не забыть подготовиться к курортному сезону. Купить Копальниксон, созащитный крем. Ну, вот о том, как работать будет транспорт, и как транспорт готовится к курортному сезону, мы можем поговорить с нашим гостем. Он уже ждет нас в студии. Пройдем к нему. А в гостях у нас сегодня Игорь Коробчук, директор ГУПРК «Крымавтотранс». Доброго вам утра. Доброго утра. И сходу о самом актуальном. Насколько нам известно, с 1 апреля кассы и некоторый автотранспорт работают круглосуточно. С чем связаны такие меры? Во-первых, это связано с тем, что у нас поменял работу наш международный аэропорт «Симферополь». Появились ночные рейсы. Поэтому нам надо людей доставлять до мест их назначения. В любое время суток. Да. Поэтому работа автостанции в аэропорту связана, в первую очередь, с расписанием авиаперевозчика. В ночь с 31 на 1 апреля мы перешли на круглосуточную работу в аэропорту. Хочу сказать, что сразу пассажиропоток увеличился в два раза. Мы открыли 8 сезонных маршрутов по направлениях Евпатория, Керчь, Ялта, Севастополь. Как показала практика, в прошлом году нам пришлось открыть 36 сезонных рейсов по 5 маршрутам. Это уже ближе к лету, да? Да. Это уже с мая месяца. Все будет зависеть от наполняемости ночными авиарейсами нашего аэропорта. Кроме того, мы в Минтранс отправили предложение для введения новых сезонных маршрутов. Это связано, в первую очередь, с тем, что в прошлом году у нас все-таки был недопустимый разрыв. Между отправлением было 3-4 часа, например, в ту же сторону Феодосии, Судака. То есть людям неудобно, самолеты намного чаще садятся, людям надо уезжать. Поэтому, учитывая опыт прошлого года, мы пошли на этом. Хочу сказать, что уже по состоянию на 1 апреля у нас, кроме автостанции, в нашем международном аэропорту Симферополь, работают круглогодично автовокзалы в городе Симферополе, в городе Евпатория, в Керчи и в Феодосии. Уже с мая месяца к ним присоединится автовокзал в городе Симферополе на железнодорожном вокзале и автовокзал Ялта. А вот скажите, пожалуйста, в какое время, вот сейчас, если прилетела я, допустим, в аэропорт Симферополь, в какое время я могу уехать, вот, примерно вообще, ну, допустим, в любой город? Может быть, у вас есть данные или по Ялте, или по любому другому? То есть добавили как рейсы, там, в 2 часа ночи, в 4 утра? Или как это рассчитывали? Да, мы под, через час после прилета, вот у нас 3 ночных самолета появилось, под них мы завели 8. Вот как раз по прилету, да, вот что тебе говорится? Да, я же говорю, мы сейчас имеем возможность ориентироваться на ночное расписание авиаприлетов. Ну и дальше, если оно будет меняться, если они в любом случае будут добавляться, эти ночные рейсы, насколько я знаю, работу аэропорта, и вы сразу уже будете стараться, как раз и транспорт. Под каждый рейс получается актуальный автобус? Ну, под каждый рейс у нас не получится, конечно, вы сами понимаете. Ну да, не под каждый, не по-моему. Но под направление будем объединять там, потому что прилетел, вы же понимаете, получить багаж, выйти, это все время. Плюс к тому, что удобно, мы непосредственно в чистой зоне, в зоне прилета пассажиров, выдачи багажа, у нас работают две автобусные кассы, поэтому люди, когда ожидают получения багажа, они уже могут приобрести билеты. А вот что касается междугородних перевозок, увеличится ли, вот, ну, с наступлением еще большего тепла, да, вот, с приближением лета увеличится ли количество междугородних переездов? Я хочу сказать, конечно, увеличивается, например, не только в аэропорту будут добавляться сезонные рейсы. Сезонные рейсы будут добавляться и в других направлениях. Это и Юпатория, это и Ялта, это Феодосия, это Судак. У нас последние два года очень динамично развивается пассажироперевозка в направлении Судака. Да, например, то, что раньше, как еще лет пять назад мы говорили, что это тупиковая ветвь. А сейчас с удовольствием едут, да, в курортный город? Да, и растет и пассажиропоток, и требует дополнительных маршрутов. Кроме того, мы изменим, удлиним режим работы еще 17 автостаций на курортный сезон. На полуострове, да? Да, например, чтобы вы понимали, увеличится пассажиропоток где-то почти в два раза. Поэтому и количество рейсов, естественно, будет увеличиваться. А когда именно начинается этот самый сезон с увеличением пассажиропотока и, соответственно, транспорта? Ну, мы начинаем, вот в этом году мы начали с 1 апреля. Повторюсь, что учитывая опыт прошлых курортных сезонов, но обычно это с 1 мая, 1 июня, и уже выходим на высокий сезон пассажироперевозок к 1 июля. Как раз на майские праздники, насколько я понимаю, увеличивается количество туристов. Да, в соответствии с ним увеличивается. Ну, и насколько я знаю, да, вот по статистике Министерства курортов нашего крымского, то обычно с каждым годом пассажиропоток у нас увеличивается на полуостров в целом. Но наше сообщение как-то меняется с материковой части страны? Да, у нас открываются новые маршруты межрегиональные. Для того, чтобы они открывались, мы 7 автостанций внесли в реестр международных сообщений. Это значит, что к этим автостанциям с материковой части нашей страны рейсы открываются. На сегодняшний день могу сказать, что открыты рейсы в Баку, уже международные. Сейчас проходят все процедуры для открытия рейсов в Минск, автобусных рейсов. Кроме того, в связи с введением нового программного обеспечения, нашим предприятием собственного, у нас появилась возможность синхронизировать продажу билетов на материке с продажей по всему Южному федеральному округу. Сейчас мы заканчиваем технические работы по синхронизации наших, скажем, программ по продаже билетов. Это единый билет, если не что? Нет, это не единый, это немножко другое. Это на наших автостанциях, может, нам будет приобрести билеты по рейсам по Ставропольскому краю, Волгограду, Краснодарскому краю, Северному Кавказу. Находясь уже, придя к нам на автовокзал, вы можете купить билеты там. Соответственно, они смогут продавать наши билеты жителям России за пределами республики Крым. А по единому билету это государственная программа, реализация которой занимается автономная некоммерческая организация единая транспортная дирекция. В этом году мы заключили опять договор на обслуживание этих рейсов. Обслуживание этих рейсов будет проводить на шести крупных автостанциях. Работать она будет с 30 апреля по 30 сентября. И в планах единой транспортной дирекции увеличение рейсов на 1300 рейсов. При этом она заканчивается 30 октября. Это последний год, который она будет действовать. Эта программа включает в себя железнодорожный билет и билет на автобус. Жители России доезжают до Анапы, до Краснодара. И на поезде, а потом пересаживаются. Да, при их довозят туда по месту. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что с нами был Игорь Карабчук, директор Крымавтотранса. Спасибо за беседу. Спасибо за беседу. Вам спасибо. А что, неплохо. Сел в Симферополь и оказался в Баку. Как по мне, вполне себе удобно. Но я знаю, чем точно будут заниматься люди, приехавшие в Крым на отдых. Так это снимать все на телефон и выкладывать. Потому что у нас есть замечательные пейзажи, да и в целом происходит много чего интересного. Подборка лучшего, что попало в сеть из Крыма, прямо сейчас специально для вас. Когда новости действительно горячие, особенно для героев следующих кадров. В Севастополе на ходу загорелся автомобиль. Причиной могло стать замыкание электропроводки. К чему это привело, вы видите сами. А вот другой горячий случай, который произошел в Инкермане. Здесь виновата не техника, а чей-то злой умысел. Машину подожгли, вот только вопрос, кто и с какой целью. Уж не для фотозоны ли? Местные жители активно фотографируются с автомобилем, точнее с тем, что от него осталось. Когда что-то пошло не так, в поселке Гвардейское Симферопольского района перевернулся грузовик, перевозивший асфальто-бетонную смесь. Машина опрокинулась на бок, вывалив содержимое кузова в один из дворов. Все из-за ям на дороге. Возможно, это намек судьбы на необходимость ремонта именно этой дороги. В Крыму закрылись сеть подпольных казино. Они работали под видом компьютерных клубов. Благодаря слаженной работе спецслужб задержано 14 человек. Как говорится, доигрались. Остается вопрос, кто сегодня, кроме игромана, входит в компьютерные клубы. И снова к горячим новостям. В Балаклаве загорелся частный садовый дом. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 8 минут после вызова. К счастью, удалось обойтись без жертв. В Севастополе водитель «Жигулей» нарвался на драку, потому что не пропустил иномарку. Судя по кадрам, обоим мужчинам приглянулась левая полоса дороги. Однако уступать никто не стал. После чего один из джентльменов вызвал другого на кулачную дуэль. Но также мы не можем и не упомянуть приятные и полезные фотографии из сети, которые помогут вам взять домой замечательное четырехлапое существо, которое станет не только охранником, но и самым верным другом. Прямо сейчас. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Ну и здесь уже каждый может решить, поможет он Сью приобрести дом или все-таки останется в стороне. Но это личное решение каждого. А еще лично решил погулять по городу, по крымской столице, наш Александр Ткачев. Он сейчас с нами на прямой связи. Саша, как ты нас слышишь? Доброе утро. Доброе утро. Мотор. Доброе утро, крымчане. Доброе утро, коллеги. Сегодня прекрасный день. Сегодня 2 апреля, вторник. И на самом деле погода должна всех крымчан обрадовать, потому что, в общем-то, сегодня тепло. И даже ночи сегодня было плюс 5. Но что уж говорить, сегодня днем обещают и в общей теплоту почти 15 градусов. До 15. Но я думаю, что на самом деле больше 12 не поднимется. Но все равно это прекрасно, потому что средняя температура этого месяца по Крыму, по Симферополю в частности, считается плюс 10 градусов. И мы уже опережаем ее почти на 2 градуса. Но я нахожусь сейчас в парке имени Гагарина. Это одно из самых любимых мест симферопольцев. И посмотрите, какая красота вокруг. Восходит солнце, люди спешат на работу, хотя, в общем-то, пока еще не слишком многолюдно. Более того, добавлю от себя, что сегодняшний день особенный, потому что самая теплая погода в этот день была в 1947 году и составила почти 28,5 градусов. Ну, а самая холодная была в 1931 году и составила минус 6 градусов. Сегодня обещают, повторюсь, переменную облачность и до плюс 12 днем. А вот ночь сегодня, грядущая ночь, обещает быть более холодной. Обещают ночью до минус 1 или 0 градусов в Симферополе. Ну, думаю, что в Симферополе будет около 0, а вот на окраинах опустится до минус 1. В целом, день сегодня будет теплый и радостный. Я искренне этого желаю всем симферопольцам и крымчанам, чтобы он прошел продуктивно в творческой, доброжелательной атмосфере. Студия. Спасибо, Саша. Саша желает всем крымчанам творческого, продуктивного дня. А мы еще призываем быть бдительными, потому что сейчас увеличилось количество смс-мошенничества с помощью телефона. И как раз-таки сотрудники МВД уже зарегистрировали, я на минуточку, с начала этого года. Это 448 случаев мошенничества. Ну, и на самом деле, чаще всего это махинации в электронных формах, ну, то есть с помощью звонков, как раз-таки смс. И при этом даже я буквально недавно попалась на этой неделе на вот один из таких приемов, потому что думала, искренне читала, что мне написала родная сестра. Мошенники не чараются взломать чужую страницу, прочитать всю переписку и найти самый оптимальный подход к каждой своей жертве. Они нередко давят на жалость или на страх, а также на родственные либо дружеские чувства. Поэтому будьте внимательны, обязательно перепроверяйте все, что вам пишут. Не бойтесь лишний раз позвонить и уточнить, ты ли мне это написал, действительно ли нужны тебе деньги или какая помощь. А главное, не бойтесь мошенников. У них нет возможности повлиять на вас как угодно, кроме пустых угроз. В первую очередь обращайтесь в специальные органы, ну, соответственно, органы внутренних дел. И они должны быстро с этой ситуацией разобраться. Ну или как минимум отпугнуть негодяев, которые посягают на ваше личное пространство. Ну просто на самом деле вернуть потом уже свои деньги становится практически невозможным. А максимум, что вам могут сделать, это написать в какой-нибудь социальной сети сообщение, что вот такой ты друг, а я-то думал. Но вот в такой момент лучше всего позвонить другу и сказать, уточнить, действительно ли ему правда нужны деньги, как сказал Артем, и сказать, что если у тебя нет сейчас возможности, ну, как договоритесь дальше. Но ни в коем случае не давать свои данные своих банковской карты, либо не переводить деньги, потому что обычно суммы просят немалые. Это примерно 15 тысяч рублей в среднем. Ну, бывает, что меньше, бывает, что больше. Это важная информация. При приобретении банковской карты, либо какого-либо интернет-банка, вас предупреждают, что сотрудники банка никогда не попросят вас указать цифру, указанную на задней стороне, а также пин-код от этой карты. Это ваша персональная информация, распоряжайтесь которой только вы. При этом есть еще один совет. Когда ваши близкие просят вас оплатить что-либо через сеть, не предоставляйте данные своей карты, а напротив, просите реквизиты для оплаты. Так, куда безопаснее. Во-вторых, вы сможете отследить, куда ушли деньги. А в-третьих, даже во время взлома переписки никто не узнает важные и сокровенные цифры ваших кредитных и банковских карт. Да, и потом вот как раз-таки будет гораздо случаев меньше в интернете о мошенничестве, о том, как людей обманули. Да, и вообще в интернете и так достаточно разнообразного видео. И мы уже сделали специальную подборку видеоматериалов и хотим вам ее показать. В сеть попало видео, в котором морковка одолела гамбургер. Будоражущая драка произошла в центре Владивостока. Позже выяснилось, что это акции от местного кафе. В схватке правильное питание взяло верх над фастфудом. Если бы существовал собачий детский сад, то выглядел бы он примерно так же, как сейчас дом этой семьи. Четвероногая мама родила 19 щенков. Они невероятно милые, особенно когда играют друг с другом или целые оравы и пьют молоко. И как только справиться с таким большим потомством. Американская компания представила робота, идеально подходящего для складов. Автоматизированный помощник оснащен механической конечностью с присосками. Максимальная грузоподъемность – 15 килограммов. Продемонстрированная ловкость, радиус действия и балансировка впечатляют. Жителей Гатчины удивила уборка пыли на улицах с помощью воздуходувок. Обычно они используются для листьев и мелкого мусора. Однако трое коммунальщиков решили применить оборудование в других целях. Вот только вместе с пылью разогнали и людей. Мы же предполагаем, что это новая версия операции «Буря в пустыне». В Подмосковье бездомная собака вывела людей из горящего здания. Пожар вспыхнул ночью, когда все спали. Марфа сквозь дым вывела шокированных постояльцев на улицу. После вернулась в дом и спасла еще несколько человек. Но сама вернуться не смогла. Отважную дворняжку отыскали на пепелище. Ей было больно ступать. Лапы оказались сильно обожжены, обгорела спина. В социальных сетях появилось видео, от которого по-настоящему захватывает дух. На нем 27-летний парень из Таврополя исполняет невероятный танец на пилоне. Все это происходит на высоте птичьего полета. А молодой человек не использует никакую страховку. В интернете появился загадочный ролик. На нем дорожники закидывают ямы чем-то белым. Подписчики сразу же начали предлагать свои варианты ответа. Одни предположили, что это снег, другие — соль, третий пошутили, что белый асфальт. Целло граффити в стиле дикой природы. Не слышали? А именно их создает московский художник. Евгений Чес рисует на целлофановой пленке. Первыми творить в таком стиле пробовали райтеры из Франции. Они плохо, по крайней мере, не вредит зданию, никак не нарушает архитектурную и декоративную красоту города и при этом действительно произведение искусства. Кстати, про декоративную красоту города. Давайте вместе с нами посмотрим, что же там происходит на данный момент в Симферополе. Со взгляда веб-камеры установлены на площади Ленина. Ну, сразу видим, что как раз-таки недавно обновляли вот карту, которая нарисована у нас на площади. Она белым контуром очерчена. И сегодня гораздо больше людей по ней ходит. Ну, как не гораздо больше. Не на много, может быть, человека на два, потому что вчера было совсем мало прохожих. Да, вот это я тоже обратил внимание, потому что вчера было теплее, но при этом людей больше сегодня. Смотри, уже даже припаркованные автомобили имеются. Да, вчера не было. Да, не было. Вот, видимо, вчера люди, пользуясь тем, что тепло, может быть, я не знаю, вышли из дома раньше или, наоборот, решили выйти позже, посмотреть на солнышко или пошли пешком. А вот на дороге автомобилей поменьше, потому что вчера уже была видна небольшая тянучка, а сейчас изредка встречается один-два автомобиля. Делаем выводы, что сейчас на наших дорогах Симферополя, возле площади Ленина, нет пробок. Так уже радует, поэтому как раз таки, если вы собираетесь сейчас выезжать из дома по своим делам, либо на работу, у вас будет путь быстрым, коротким, беспрепятственным. Главное, соблюдайте скоростной режим, потому что его нужно соблюдать как в городе, так и за ним, и при этом вне зависимости, есть ли пробки на дорогах или нет. А вот Севастополь, здесь уже посветлее, ну, на самом деле, думаю, дело в расположении камеры, стоит сказать, и солнечные лучи просто не бьют так прямо. Машин все так же немного, и людей, мне кажется, ровно такое же количество, как и в Симферополе было, 4 человека на площади. Да, чисто, опрятно, и вид такой, мне кажется, это бухта, да, вот так с края могу видеть, это море? Да, 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 я полагаю, что это море, да, действительно, но, конечно, уютно выглядит Севастополь, очень ухоженно, и, в принципе, приятный вид такой с утра. Мне кажется, даже по такому, пока что пустому городу пройти и зарядиться свежим морским воздухом бодрящим, вполне себе неплохо. Безусловно, я хочу напомнить еще, что пожароопасный сезон устанавливается с 1 апреля в республике, поэтому не только наслаждайтесь морем, горами, лесом, но и при этом соблюдайте нормы пожарной безопасности, потому что с целью недопущения возникновения природных пожаров на территории полуострова и уменьшения возможного ущерба в случае природных пожаров, со временем нам запретят посещать некоторые места, это, опять же, такие лесные зоны, но пока еще все возможно, все нам можно ходить на пикники, жечь костры, но при этом давайте не будем провоцировать пожарников нам это запрещать. Да, кстати, всегда об этом думал, что безопаснее всего жечь костры именно тогда, когда холоднее всего сидеть в лесу, а когда прямо ну вот и тянет в лес, пожечь костер уже нельзя, и правильно, потому что нужно беречь зеленые сокровища нашего полуострова. А мы тем временем хотим взглянуть на площадь, точнее не площадь, а пересечение улицы Карава Маркса и улицы Пушкинская в Симферополе. Просто хотелось убедиться, Саш, сколько людей в городе на самом деле. Как видишь, на этих улицах пешеходных людей побольше. Да, здесь людей больше, а гораздо меньше людей в Коцевеле, куда недавно съездила наш корреспондент Алис Троя. Некогда научный объект обрел огромную популярность среди молодежи. Скейтеры, художники, да и просто творческая молодежь собирается здесь. Правда, немногие знают, где это находится. Находится это все в поселке Коцевеле. Поселок за Голубым заливом около Семеиза. Маленький, площадь не более 70 гектаров. Всегда был немноголюдным. В начале 20 века тут насчитывалось всего 12 домов. Знаешь, в самый разгар туристического сезона здесь очень мало людей, в отличие от соседнего поселка Семис. И причин несколько. Здесь всего лишь три магазина, сюда сложно добираться и отсутствуют какие-либо туристические развлечения. Зато здесь всегда идеально чистая вода. Когда-то здесь приобрел участок Архип Куинджи. Говорят, что это было рядом с недостроенным санаторием. Там стоял его дом, хотя домом это сложно назвать. Это была складная конструкция, которая на зиму убиралась. Постройку изготовили по чертежам великого художника в Севастополе. Сооружение представляло собой шесть деревянных щитов, внутри которых могли поместиться две кровати и между ними столик и стул. Это один из лучших пляжей Коцевели. Здесь галька, а дальше необустроенные волнорезы. Но, как говорят местные, именно здесь любил со своими учениками собираться Архип Куинджи. Существует легенда, что это и есть любимый камень живописца Узумташ, который стал вдохновителем многих картин художника, как и кристально чистая вода. Благодаря Шулейкину он, как говорится, доказал и показал, что тут идет течение. И после этого, как говорится, и Сталин ему сказал делать вот штормбассейн и сделать здесь науку. Оно проходит здесь 25 метров от берега. Вот, поэтому здесь самое чистое море, вот, поэтому и устричная ферма здесь. В полукилометре от берега виднеется океанографическая платформа. В 92-м году во время шторма ее повредила незакрепленная секция. Сейчас она в аварийном состоянии. Эта платформа была первой в Европе. В ней располагались жилые комнаты, камбус, лаборатории, кают-компания и туалет. Коцевели никогда не было особо закрытой территории. Но после того, как здесь основали Черноморский гидрофизический институт, естественно, что как о курорте об этом месте больше никто не вспоминал. Научные сотрудники здесь, конечно, отдыхали, но обычных людей в гости явно не звали. Именем Василия Шулейкина названа главная улица поселка. Именно здесь он собрал материал для монографии «Физика моря», за которую был удостоен Государственной премии СССР. Здесь устроен был такой хитрый совершенно радиотелескоп, тарелка прямо в земле. Вот она, вот такая вот. В свое время тоже новое введение и, конечно, очень большая редкость. Сейчас уже, например, такого типа тарелки огромные только. В кратерах вулканов Южной Америки устроены и тому подобное. Не только. А это вот была одна из первых. Это антенна радиотелескопа, который функционировал в 50-е годы прошлого столетия. Диаметр чаши около 30 метров. Сейчас у нее частично разрушена нижняя часть. Считают это одним из мест силы в Крыму. Начиная еще с 90-х и в нулевых и все такое, здесь постоянно у нас йоги занимались. Они приезжали по несколько раз в году. И на пляже нашем, вот около этого, они занимались вовсю. Немного поразмяться приходится не только йогам. Есть еще один недостаток. Подниматься обратно с моря придется все равно в горку. Ну, как и везде на южном берегу. Так что прогулки к пляжу и обратно будут отличной утренней разминкой. Население поселка менее 600 человек. Все друг друга знают. Поэтому если вдруг вы будете плохо себя вести, в следующем году теплого приема не ждите. Доехать в поселок на общественном транспорте можно только из Ялты. Но из Симферополя можно взять билеты до Кострополя и выйти на трассе. От дороги до Коцивилии примерно полтора километра. Это действительно место силы. Только, пожалуйста, сохраните его в секрете. Такой покой и тишину можно найти только здесь. В таком новостном рабочем темпе прошел первый час. Но ничего, мы будем с вами ровно еще один. Практически до 9 часов. В прямом эфире на Первом Крымском и Крым-24. Я напоминаю, что с вами это утро встречает Артем Андроновский и Александр Карнович. Да, Артем был абсолютно прав, потому что час уже позади, но ничего, мы не огорчаемся, потому что впереди еще один. И те люди, которые не успели еще встать со своих теплых кроватей в постели и все-таки приготовить себе вкусный чай, как раз-таки могут это сделать. Главное, не опоздавайте на работу. Тем более, что новостей у нас есть еще на целый час, чего мы вам только не расскажем, но об этом чуть позже. А сейчас поговорим о самых актуальных. Да, вот так вот аккуратно Артем подвел меня к тому, чтобы я вам рассказала, что произошло на полуострове. Севастопольские лошади-актеры готовятся к новым съемкам. Они, как звезды шоу-бизнеса, отрабатывают сцены, трюки и настраиваются морально. Наш собственный корреспондент Анастасия Соснина расскажет подробнее о знаменитых скакунах и о их карьере. Инна Малышева с детства мечтала создать конный дом. Энигма осуществила задуманное 14 лет назад. Вместе с дочкой она содержит 20 лошадей. Каждой лошади выбираю профессию. Я смотрю на ее характер, на ее какие-то качества такие. И больше подбираю, нежели учу. А потом просто развиваю то, на что лошадь способна. Если же ребенок рождается у нас, он уже приучается к рукам, чтобы он ничего не боялся. То есть он, допустим, с мамой, мамой проходит какие-то тренировки, же ребенок стоит, наблюдает. Обучать же ребят начинают с трех лет. У каждого свой карьерный путь. Например, Энигма участвует в шоу-программах и конном театре. А другие животные гастролируют по Крыму и России. Снимаются в клипах, фильмах и сериалах. Среди популярных викинг Иван Подубный и Тарас Бульба. Этого коня зовут Анкор. Сейчас ему 10 лет. Сниматься в фильмах начал в трехлетнем возрасте. На съемках в Одессе на нем ездил даже сам Боярский. Однако, помимо участия в фильмах и фотосессиях, Анкор выполняет и цирковые трюки. Анкор, крестик. Занятие и отработка трюков у лошадей проходят регулярно. Для животных важен и отдых. Подход особенный. Используют специальные средства для ухода и снаряжения. Каждой лошади мы подбираем свою сбрую, чтобы не набить холку и так далее. Мы сначала одеваем седло. Это самый главный вид амуниции. Затягиваем подпругу до такой степени, чтобы седло не каталось по лошади. Также может быть три подпруги на джигитовочном седле. После надевают уздечку. Все для того, чтобы наездник смог выполнять трюки. Каждое неправильное действие опасно как для человека, так и для животного. Эти лошади не боятся огня и преград. Но среди них есть те, кто не переносит физических нагрузок. Такие животные участвуют в фотосессиях и ипотерапии. Это метод реабилитации по средствам верховой езды. То есть этот вид реабилитации оказывает психологическое и физическое влияние на организм человека. Сейчас воспитанники конного дома отрабатывают роли, которые сыграют в следующих частях киноленты «Гардемарины». Съемки пройдут на полуострове. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Передовые технологии на службе здоровью. В Крыму планируют полностью отказаться от использования жидкого хлора при обеззараживании питьевой воды. Первая станция очистки уже строится в рамках федеральной целевой программы возле партизанского водохранилища. На предприятии побывал наш корреспондент Алексей Щербак. Вода для Крыма – самый важный природный ресурс. Но вот качество того, что поступает из водопровода, вызывает частые нарекания жителей полуострова. Самый распространенный привкус и запах у крымской воды – это обычная хлорка, которую традиционно используют для обеззараживания. Зачастую с ней элементарно перебарщивают. На предприятии «Вода Крыма» приняли решение отказаться от химиката. Мы уйдем сегодня от хлоргаза, от именно того газа, который является очень опасным. Мы сегодня перейдем на гипохлорид натрия, который получается путем электролиза поваренной соли. И, соответственно, класс опасности у нас со второго автоматически переходит в четвертый. Объект становится менее опасным. В качестве пилотной площадки проекта выбрали партизанское водохранилище. На строительство современной очистной станции по федеральной целевой программе выделено более миллиона рублей. Отчистку питьевой воды с водохранилища партизанского – это около 80 тысяч кубов в сутки. То есть станция будет подготавливать обезвреженную воду, подавать населению. Подрядчик зашел на объект в сентябре прошлого года. Уже сейчас полностью готово здание для новой очистной станции. Проведены все необходимые коммуникации. Все это оборудование сейчас находится здесь на площадке. Уже привезено нами в узловом порядке. То есть здесь уже непосредственно на площадке все расставляется на свои места. И производится межузловая обвязка данной установки. До 2021 года такие станции появятся возле каждого крыбского водохранилища. Партизанское – это только первая ласточка в отказе от хлорирования воды. Закончить монтаж основного оборудования планируют в апреле. А уже к сентябрю новая техника заработает на полную мощность. Алексей Щербак, Роман Ананев, Новости 24. Ну и при этом я знаю, что многие мои знакомые, и в том числе Артем Андроновский, все равно воду фильтруют через специальные фильтры, установленные, наверное, и в кране, и на столе. Это правда. Причем систему фильтров достаточно серьезную, многоступенчатую, с дальнейшей минерализацией. Потому что после хорошего фильтра вода получается фактически деселированной, а деселированную воду пить не стоит. Она вымывает кальций и другие микроэлементы из организма. Ну и поэтому Артем все-таки пьет именно воду, либо очищенную, либо он ее покупает, но никогда не будет пить из крана. Чему я у него, конечно, еще поучусь, но тем не менее. Ты пьешь уже из крана? Ну я в крайнем случае, когда мне очень сильно ленит из-за стакана. Ну это вот так бывает. Ну а теперь расскажем о расходах на социально-культурную сферу Республики Крым. Они в этом году составили 13 миллиардов, 4 миллиона рублей за первый квартал 2019 года. Ну и как сообщила наш крымский вице-премьер Ирина Кивико, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма увеличилась более чем на 1 миллиард. Вот такие мы культурные и социальные в Республике. Действительно, конечно же, под государственные задания попадают бюджетные учреждения. Это, в принципе, насколько я понимаю, образовательные учреждения в том числе сюда приходят. И другие, связанные со социально-культурной жизнью полуострова. Ну конечно, это расходы на детские сады, расходы на школы. То есть, в первую очередь, на меры социальной поддержки населения. То есть, разные жизненные ситуации бывают в этом. Ну и при этом деньги выделяются на поддержку наших граждан и наших детей. Дети-то, пожалуй, что будущее. Ну а иногда хочется развлекаться и в настоящем. Поэтому у меня к тебе вопрос, Саша. Конечно, частенько я вас спрашиваю, но вдруг ситуация изменилась. Вот в этом сезоне вышло достаточно большое количество фильмов. Хотя бы на одном было? Ну, мы собираемся коллективно туда сходить, до сих пор не дошли. И с одной из своих коллег мы уже планируем примерно две недели сходить на один фильм. Но он уже закончился. Поэтому надо выбирать новый и только потом идти. Но вот, а куда можно все-таки сходить? Мы подготовили специальный видеоматериал. И расскажем вам, чтобы вы могли выбрать сами. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького комедия «Зойкина контора». Легко ли построить одновременно и карьеру, и личную жизнь? Преуспевающая бизнес-вумен Зоя с виду идеальная женщина. Красивая, умная. Вот только в любви ей не везет. После встречи с известным психологом Кириллом ее жизнь меняется. Надолго ли? Начало спектакля в 19.00. В Симферопольском художественном музее выставка произведений европейской живописи XIX-XX веков. Полотна на библейские и античные темы итальянских, испанских и немецких мастеров. Посетители смогут увидеть Мадонну с младенцем, Гвида Ренни, Иоанна Крестителя, Педро Оренте, Венеру и Адони, Сатициана Вичеллио и другие работы. Начало в 12.00. Продлится выставка до 14 апреля. На киноэкранах в этот день комедия «Трезвый водитель». Наивный провинциал Артем приезжает в Москву к другу в надежде на красивую жизнь. Но сначала ему приходится поработать трезвым водителем. В первый же вечер наш герой оказывается в дорогом гостиничном номере с красоткой Кристиной, которую вез домой из клуба. По ошибке девушка принимает его за миллионера, а Артем не спешит ее разочаровывать. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. На экранах фантастический блокбастер «Капитан Марвел». Роль пилота военно-воздушных сил сыграла американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка». По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из сильнейших супергероев в галактике. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также на экранах ремейк популярного мультфильма от студии Disney – «Дамбо». Из-за больших ушей слоненок становится объектом насмешек и изгоем. До тех пор, пока владелец цирка не узнает о его необычных способностях – умении летать. Момент и «Дамбо-звезда», «Любимец публики». Все меняется, когда на поверхность всплывают темные секреты сказочной страны. Время сеанса вы можете выбрать сами. Ну и наш телеканал уже начал отмечать очень важную дату. Это 75-летие освобождения Крыма от фашистско-немецких захватчиков. Но в честь этого наши сотрудники телерадиокомпании «Крым» совместно с актерами русского драматического театра подготовили имени Горького специальную серию роликов. И один из них вы можете увидеть прямо сейчас. Продолжение следует... Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. И неслышно у него просят, ну-ка на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребят, спать пора, начинай стелиться. К рукаву, припав лицом, на пригретом с горки, меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша неба, хата ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. И приник к земле сырой, одолен истомой. И лежит он, мой герой. Спит себе, как дома. Спит хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосыпь. Спать в запас научен. И едва ль герою снится, всякой ночью тяжкий сон, Как от западной границы отступал к востоку он. Как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой, В просмоленной гимнастерке сотни верст земли родной. До чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая. Чья-нибудь, а то своя. Сгинь, видна. Ночь вокруг. И бойцу взгрустнется. Только вспомнит что-то вдруг. Вспомнит, усмехнется. И как будто сон пропал. Смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал Теркин в наш род. Ну, а теперь есть хорошие новости для любителей поездить по нашим дорогам. Проще говоря, для автомобилистов. Дело в том, что в ближайшее время будет проведен латочный ямочный ремонт дорог длиной протяженностью 7,5 тысяч квадратных, собственно говоря, метров. Да, квадратных метров. Да, все верно. Да, и пройдет он на следующих улицах. Это Куйбышева, Тарабукина, Калинина, Балаклавская, Дмитрия Ульянова, Кичкемецкая, Одесская, даже 51-й армии, Сельвинского, Гражданская, Тургенева, Фрунзе, Лермонтова и Ялтинское шоссе. Между прочим, новость приятная и для меня, потому что на плыне этих улиц я бываю регулярно. Я тоже в списке когда-то перечислял, я слушала, есть ли там улица Воровского, а потом поняла, что в принципе она и так в неплохом состоянии, поэтому там буквально одно место, которое стало бы еще залатать. Да, да, и на улице Воровского, я знаю, есть любимый всеми симферопольцами резкий подъем в сторону определенного ресторана и гостинца. Да, 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 куда неопытные водители очень часто налетают и как на трамплине подпрыгивают. Ну, а я как один из неопытных водителей, именно в числе тех, кто подпрыгивает. Да, я могу догадаться, сколько эмоций ты испытал, Александра, когда познакомился с тобой в первую... Да нет, о чем мой супруг, который сидел рядом. Ну что же, я хочу сказать, что каждый через это прошел своеобразное боевое посвящение. Можно и так сказать. Кстати, про это своеобразное боевое посвящение выходят и пользователи-новички, которые только-только выкладывают в сеть свои видео с регистраторов, потому что их встречают в сети ну крайне радушно и с юмором, но иногда новости бывают и печальные. Давайте посмотрим, что же произошло в Крыму онлайн за последнее время. Когда новости действительно горячие, особенно для героев следующих кадров. В Севастополе на ходу загорелся автомобиль. Причиной могло стать замыкание электропроводки. К чему это привело, вы видите сами. А вот другой горячий случай, который произошел в Инкермане. Здесь виновата не техника, а чей-то злой умысел. Машину подожгли, вот только вопрос, кто и с какой целью. Уж не для фотозоны ли? Местные жители активно фотографируются с автомобилем, точнее с тем, что от него осталось. Когда что-то пошло не так, в поселке Гвардейское Симферопольского района перевернулся грузовик, перевозивший асфальто-бетонную смесь. Машина опрокинулась на бок, вывалив содержимое кузова в один из дворов. Все из-за ям на дороге. Возможно, это намек судьбы на необходимость ремонта именно этой дороги. В Крыму закрылись сеть подпольных казино. Они работали под видом компьютерных клубов. Благодаря слаженной работе спецслужб задержано 14 человек. Как говорится, доигрались. Остается вопрос, кто сегодня, кроме игромана, входит в компьютерные клубы. И снова к горячим новостям. В Балаклаве загорелся частный садовый дом. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 8 минут после вызова. К счастью, удалось обойтись без жертв. В Севастополе водитель «Жигулей» нарвался на драку, потому что не пропустил иномарку. Судя по кадрам, обоим мужчинам приглянулась левая полоса дороги. Однако уступать никто не стал. После чего один из джентльменов вызвал другого на кулачную дуэль. Ну а многим симферопольцам, жителям Крымской столицы и ее гостям, давно приглянулись те деревья, которые, по крайней мере, некоторые из них, растут в парке имени Гагарина. Я знаю, что там сейчас находится наш корреспондент Александр Ткачев, и он с нами на прямой связи. Саша, мы тебя видим. Доброе утро, крымчане! Доброе утро, студия! Доброе утро, коллеги! Я сейчас нахожусь в парке имени Гагарина. И спешу вам рассказать вещь, которая давно уже тревожит, в общем-то, почти всех симферопольцев. Дело все в том, что в 2018 году прошедшим был получен порубочный билет на Гагаринский парк. Что это такое? Это документ, который является заключением дендрологов, который регламентирует те деревья, которые подлежат сносу. Так вот, докладываю вам, что в этом году, к концу весны, в Гагаринском парке снесут около 1190 деревьев. Это довольно много, но дело все в том, что симферопольцы очень этим взволнованы, и наверняка об этом будет огромное количество комментариев в социальных сетях. Но я хотел бы вам сказать, что на самом деле в этом нет ничего плохого, потому что, в принципе, очень многие деревья в парке требуют, скажем так, действительно, если не лечение, то, по крайней мере, сноса. Это касается в первую очередь тополей. Я к ним сейчас подойду специально. Дело все в том, что тополь, например, вот этот вот прекрасный образец, этот, по-моему, вполне себе здоров. Но в целом тополь является деревом, которое очень быстро растет. И за счет того, что рост у него быстрый, древесина тополя очень некачественная. Эти деревья очень быстро поднимаются вверх, и ввиду ломкости древесины падают. Поэтому снос таких деревьев просто необходим. 25 лет Гагаринский парк находился в забвении, им никто не занимался, по большому счету. И древесный фонд очень сильно одичал. Поэтому снос деревьев, который запланирован на 2019 год, к концу этой весны, повторюсь, он будет завершен, является, в общем-то, мерой совершенно необходимой. Вот наверняка сейчас подойду к тополю, который просто уже является аварийным. Действительно, вот это вот дерево, посмотрите, какой у него большой толстый ствол, наверняка он внутри абсолютно пустотелый. И это дерево в высоту, я думаю, не меньше 30, если даже попробую показать, 30 метров. То есть, представляете, если такая огромная махина упадет кому-то на голову, это будет, соответственно, летальный исход. Поэтому я хочу всех симферопольцев еще раз предостеречь. Не стоит делать преждевременных выводов, деревья сносятся абсолютно правомерно и, в общем-то, по показаниям. Более того, добавлю, что в Симферополе организован круг меценатов, которые приобретут для нашей столицы крупномеры. То есть, деревья уже большие и взрослые. Их высадят на места снесенных деревьев в конце осени. Почему так? Потому что это как раз то время, когда крупномеры, выкопанные с корнем, то есть, грубо говоря, у них слегка повреждена корневая система. Эти крупномеры будут посажены и осенью хорошо приживутся. Поэтому, дорогие симферопольцы, крымчане, не переживайте. Гаринский парк в надежных руках, хочется верить. И все мероприятия, которые здесь проводятся, все происходит во благо. Студия. Ну что же, полезные новости, потому что, я уверен, действительно, многие симферопольцы начали бы переживать, комментировать в соцсетях и, более того, возможно, даже предпринять какие-то меры, загораживать деревья собой. Да, дело в том, что разъяснить нужно. Прежде чем что-то делать, проводить такие масштабные работы, нужно проинформировать население о том, для чего это делается. И тогда, конечно, шума в социальных сетях будет меньше. Конечно, ведь экологи на данный момент проводят действительно большой объем работы. Например, недалеко от Крымского моста будут созданы специальные утиные гнездышки. Располагаться они будут в водоемах. Собственно, почему? Утки у нас на зимовку не улетают, и эти водоемы для них излюбленные. Тут дом родной, да? Да, дом родной, и там они живут круглый год. А утят они предпочитают делать в домиках. Вот такие, уже можно сказать, ассоциированные с человеком, пернатые. Поэтому проводится масштабная работа, установка специальных домиков, где утки смогут себе жить в коммунальных условиях дружно, одной большой утиной семьей. Да, очень приятно, когда для наших братьев меньших, когда вообще для флоры и фауны полуострова проделается такая заботливая, кропотливая работа. Как контроль популяции в том числе и в положительном ключе. Ну и хочется сказать, что все эти домики искусственные, они делаются из натуральных материалов, поэтому созданы действительно все условия, как сказал Артем. Ну, а мы знаем, где еще когда-то были все условия созданы, но уже для исследований, для космических исследований. И подробнее об этом расскажет Александр Скачев. У него только спички волшебные, а без спичков ноль без палочки. Ребята! Где вы? Пейзаж бухты Коцевели всегда притягивал фантастов и киношников. Антураж поселка ученых немыслим без океанической платформы Института Южных морей и всевидящего ока 22-метровой радиотарелки Крымской астрофизической обсерватории. Для большинства людей телескопы — это массивные приборы со стеклянными линзами. Но есть и другие способы изучать звездное небо. Впрочем, не только небо, землю тоже. Этот массивный аппарат — тоже телескоп. Вот только его зрение специализируется на тех диапазонах, которые не воспринимает глаз — радиоволнах. РТ-22 — наследие космического бума середины прошлого века. Тогда послевоенные технологии развивались взрывообразно. Люди грезили космосом и понимали, кто владеет небом, владеет всем миром. В 1960 году и в 1965 году уже было завершено строительство, а в 1966 уже были начаты первые пионерские наблюдения. Первые наблюдения были связаны с исследованием Солнца. За полвека существования инструмент претерпел незначительные изменения, которые в основном коснулись компьютерного обеспечения. Сам принцип работы прост. РТ-22 — родной брат оптического телескопа-рефлектора. Исследуемый объект излучает радиоволны. Радиоволны попадают на чашу радиотелескопа. Приемник принимает излучение, собранное тарелкой, и передает его на систему регистрации, записывается в компьютер. Самое главное в его работе — идеальная поверхность чаши. Малейшая неровность исказит точность приема данных. Стабильность зеркала радиотелескопа контролирует 16 тысяч реек и болтов, двигающихся независимо друг от друга. Невероятная точность лучшего радиотелескопа страны позволила изучать не только небо. С помощью нашего телескопа была измерена скорость смещения крымского полуострова, скорость движения тектонической плиты, на которой мы расположены. Она составляет более 3 сантиметров в год. На небе давно найдены объекты, обладающие устойчивым положением, например, квазары. Их неподвижное излучение — точка отсчета. Ориентируясь на эти маяки, ученые измерили тектонические смещения плит нашей планеты с точностью до 1 мм. Позже, базируясь на этом принципе, создали системы GLONASS и GPS. Небольшая обсерватория в Коцевеле имеет международное значение. И не только из-за гигантской радиотарелки. У астрономов есть другие задачи и инструменты. Сложно представить, что в этом белом сплошном шаре располагается телескоп. Тем не менее, поверхность сферы для радиоизлучения прозрачна. В этих куполах изучают Солнце. Наша родная звезда — не только источник тепла и радости, но и серьезной угрозы. Вспышки на Солнце влияют как на людей, так и на технические средства. В первую очередь, страдают космические аппараты, все то, что связано с электроникой. По рекомендации ООН, Международная служба Солнца, которая включает 14 наземных и две космические обсерватории. Один из пунктов, в котором мы сейчас находимся, входит в эту международную Солнцу под названием «Служба Солнца Крым». Предупредить метеозависимых людей не выходить из дома — куда проще, чем реанимировать больных с инфарктами и инсультами. Как ни странно, даже в медицине, вполне земной науке пригодились астрономические исследования. Радиотелескоп РТ-22 входит в пятерку лучших инструментов мира, он занимает четвертое и пятое место. Если сравнивать по характеристикам, смеющимся в Российской Федерации, этот инструмент занимает односнидирующих мест в миллиметровом диапазоне. Все открытия последних лет — это или радиодиапазон, или с участием радиодиапазона. Всевидящее Око Коцевели — не только футуристическое украшение Южного берега, РТ-22, а главное — люди, которые работают с ним, во все времена были гордостью крымской и российской науки. Вероятно, неспроста гигантская тарелка стала символом советской программы «Время». Александр Ткачев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Тем временем технический прогресс шагает по земле с разными темпами и разной глубиной шага. Например, в Китае площадь ущерба для акватории, в которой возводили искусственный остров, превысила саму площадь острова. Она оказалась в 200 с лишним раз больше самой площади, насыпанной туда земли. Это же невероятно просто такой размер, площадь, масштаб. Вот что значит экстенсивный экономик, когда увеличение объемов производства осуществляется исключительно за счет увеличения охвата ресурса, который потребляется. Экономика не совсем правильная, но на данный момент является доминирующей для коллег из Китая. Ну и хочу отметить, что напряженный политический климат, который сейчас в этом регионе наблюдается, он не позволяет проводить оценки экологической обстановки на месте. Вот это и создает основную проблему рядом с новыми островами, но поэтому оценку делают с помощью спутниковых спутников. Поэтому все-таки нужно быть аккуратнее со всеми этими моментами. Конечно, но при помощи спутников точно так же в сеть попадают интересные видео. Прямо сейчас предлагаем посмотреть подборку самого актуального из сети. В сеть попало видео, в котором морковка одолела гамбургер. Будоражущая драка произошла в центре Владивостока. Позже выяснилось, что это акции от местного кафе. В схватке правильное питание взяло верх над фастфудом. Если бы существовал собачий детский сад, то выглядел бы он примерно так же, как сейчас дом этой семьи. Четвероногая мама родила 19 щенков. Они невероятно милые, особенно когда играют друг с другом, или целые оравы и пьют молоко. И как только справиться с таким большим потомством. Американская компания представила робота, идеально подходящего для складов. Автоматизированный помощник оснащен механической конечностью с присосками. Максимальная грузоподъемность – 15 килограммов. Продемонстрированная ловкость, радиус действия и балансировка впечатляют. Жителей Гатчины удивила уборка пыли на улицах с помощью воздуходувок. Обычно они используются для листьев и мелкого мусора. Однако трое коммунальщиков решили применить оборудование в других целях. Вот только вместе с пылью разогнали и людей. Мы же предполагаем, что это новая версия операции «Буря в пустыне». В Подмосковье бездомная собака вывела людей из горящего здания. Пожар вспыхнул ночью, когда все спали. Марфа сквозь дым вывела шокированных постояльцев на улицу. После вернулась в дом и спасла еще несколько человек. Но сама вернуться не смогла. Отважную дворняжку отыскали на пепелище. Ей было больно ступать. Лапы оказались сильно обожжены, обгорела спина. В социальных сетях появилось видео, от которого по-настоящему захватывает дух. На нем 27-летний парень из Таврополя исполняет невероятный танец на пилоне. Все это происходит на высоте птичьего полета. А молодой человек не использует никакую страховку. В интернете появился загадочный ролик. На нем дорожники закидывают ямы чем-то белым. Подписчики сразу же начали предлагать свои варианты ответа. Одни предположили, что это снег, другие — соль, третий пошутили, что белый асфальт. Цело граффити в стиле дикой природы. Не слышали? А именно их создает московский художник. Евгений Чес рисует на целлофановой пленке. Первыми творить в таком стиле пробовали райтеры из Франции. На часах ровно 8.30. Это значит, что настало время пообщаться с гостем. И сегодня у нас в гостях. Одну секундочку, я что-то позбилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Майор, директор муниципального бюджетного предприятия «Горавтотранс». Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, сейчас подключают уже наши автобусы к ГЛОНАССу или будут подключать? Давно-давно уже подключают. Сейчас провезли торги, закончилась закупка. Мы дооснащаем подвижной состав, так как мы 50 Денис приобрели в конце 2018 года, низкопольных автобусов марки «Ляс». И они были не оснащены. То есть мы их дооснащаем. И так же самое подключаем к «Яндекс.Трансфорту» и ко многим другим приложениям. Ну и для чего это нужно в первую очередь? Скажите, чем это поможет при перевозках? В первую очередь это для нас, отслеживание автобуса, где он находится, да. Не сошел ли он с графиком маршрута. И во вторую очередь это для пассажиров, чтобы было удобно, где находится транспорт и когда он подъедет к остановке, где находится пассажир. Ну и встречающие, да, могут отсматривать, зная номер рейса? Да, также самые гости столицы могут отслеживать, где данный транспорт находится. Где, например, в аэропорту подъехали, они увидели, что автобус будет через 5 минут. Это соответствующее приложение, насколько я понимаю? Да, приложение, приложение. Есть много сейчас «Хибиби» есть, «Яндекс.Транспорт» есть приложение, которое позволяет себе отслеживать автобусы, где они находятся. Вот я знаю, что в мегаполисах, если ты переезжаешь в крупные города, допустим, Москва, Санкт-Петербург, обычно ты видишь, что открываешь специальное приложение, как вы говорите, и ты видишь, что, допустим, твой транспорт, конкретно твой автобус, который тебе нужен, подойдет через 3-4 минуты. Вот это по такой же системе, да, работает? По такой же системе мы работаем, да. Это очень удобно, потому что можешь рассчитать свое время прибытия, по сути. Да, раньше проблема была в том, что у нас не весь подвижный состав был оснащенный ГЛОНАССом. Это была проблема, действительно. Ну, так как мы под конец года, как бы в первую очередь для нас ставила задача автобуса поставить на линию, чтобы они уже приносили доход, чтобы оплачивать лизинные платежи. Да, действительно. Порой, бывает даже так, стоишь на остановке, смотришь по Яндекс.Транспорту, понимаешь, что нужно бежать на следующую, потому что это он уже только что проехал. Я к тому, что действительно удобная система. Более того, насколько налажены сами маршруты. Действительно ли ходят они в график и помогает и та же система ГЛОНАСС рассчитать логистику вот эту временную более правильно? Диспетчеры слеживают графики маршрута автобуса. Если водитель, то есть автобус попал в пробку, то диспетчер помогает водителю догнать или чуть-чуть отстать от графика, чтобы подойти к времени, чтобы они не ездили один за одним. Ну вот, да. Или, например, не было большого разрыва. Да, скопление транспорта общественного, конечно, мы тоже занимаемся этим, диспетчеры реагируют максимально. Ну и когда полностью эта система внедрится, они только по всему полуострову, какие примерно мы будем рассчитывать? Все зависит от перевозчиков, каждый перевозчик, каждый директор своей организации сам видит, когда он на лайн. Мы, в свою очередь, как муниципалитет, мы должны, то, что от нас зависит, я как бы все делаю. А можно как-то обязать перевозчиков? Или как это все предлагается? Или это в свободной форме? Конечно, администрации или там министерство транспорта, ну, кому маршруты приспособлены, то, к примеру, администрации, у них прописано в договорах, то, что должен быть ГЛОНАСС, валидатор, это все у них прописано. То есть перевозчик обязан это сделать. Когда заключается договор, да? Когда с ним заключается договор, он обязан, перевозчик обязан оснастить свой подвижной состав ГЛОНАСС. У них на это есть какое-то время или он уже изначально должно быть все это оснащение? Некоторые изначально уже оснастили, некоторые дооснащают, как бы занимаются. Видно, сейчас тем более повышение тарифа было, я думаю, что сейчас все дооснастят свой подвижной состав. В том числе, вот как раз эти деньги, которые идут при повышении тарифа, они идут частично и на вот эти мероприятия. В том числе, интересно, может ли быть такая система, в частности ГЛОНАСС, полезная для частных автомобилистов, применяется ли она как-либо или это вот исключительно система для налаживания общественного транспорта и, возможно, муниципального? Для легкового транспорта так же самое, я думаю, для организаций, у которых видно было отслеживание, куда уехал его водитель, не ездит он по своим делам на работу, занимается своими делами. Это тоже полезно. Но вообще-то система не нуждается в такой большой затрате, если для частной компании она стоит от 3,5 тысяч. Это просто маячок, который можно увидеть через приложение, отследить точнее, где находится данный вид транспорта. И для нас, к примеру, это там прохождение крупной сделки, так же самое торги, это определяется поставщик. И тем более для нас условия чуть строже, это должны проходить через ФСЗ, утвержденные Министерство транспорта. Не каждый ГЛОНАСС к нам подойдет, мы должны эти все процедуры соблюдать. Спасибо вам большое за беседу, а я напоминаю, что с нами был Денис Майор, директор Горавтотранса. Спасибо вам. Спасибо. Что же, в непогоду, конечно, можно ездить и на общественном транспорте. Но когда приходит весна, пройтись пешком лишним не будет. Давайте посмотрим, каким образом добираться до работы сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Майор Хорошие новости для всех тех, кого летом мучают комары. Азиатские ученые выяснили, музыка некогда популярных жанров влияет на них негативно. Они перестают размножаться, становятся менее активными, а главное, менее агрессивными. Я говорю про такие жанры, как, например, дабстеп. А если честно, я уже... Дабстеп комары не любят, да? Да, комары дабстеп не любят. Не только комары, конечно, и некоторые, и ваши соседи в том числе, но комары в первую очередь. А я уже, если честно, и забыл, что такой жанр когда-то был. Вот он вроде бы набирал свою популярность, а потом взял и исчез. Кстати, про забыл и про память. Интересно было выяснить, как это работает. Давайте прямо сейчас вместе с вами об этом и узнаем. В Токио находится музей так называемых забытых вещей. Большинство находок обычные, но некоторые заставляют задуматься, как именно работает человеческая память, и почему что-то мы забываем, а что-то помним всю жизнь. Давайте разберемся. По большей части, конечно, это кошельки, телефоны, очки, удостоверения и кредитные карты. Интересно, что чаще всего люди забывают предмет первой необходимости. И поверьте, происходит это не просто так. Все дело в механизме запоминания. Когда на улице идет дождь, мы воспринимаем зонт как очевидность. Информация о нем остается в кратковременной памяти. А там отвлекся и забыл. Чтобы избежать этой неприятности, кладите вещи первой необходимости в места, с которыми обязательно соприкоснетесь в процессе сборов. Более того, такое действие увеличивает шансы запомнить все, что вам нужно взять с собой. Но опасно и сильно концентрироваться на вещах, которые мы боимся забыть. Излишнее напряжение создает необходимость расслабиться и отвлечься, тем самым формируя окно, в котором мы забываем объект нашего пристального внимания. Расслабьтесь. Так шансы выпустить из головы мысль куда меньше. Согласно статистике, люди забывают в такси редкие и важные для них вещи. В список попали документы на развод, золотые вставные зубы, музыкальные инструменты, еда и домашние животные. А все потому, что отвлечься куда проще, когда мозг перенапряжен и нуждается в отдыхе. И все же, как работает механизм забывания? Одно дело оставить дома телефон, другое забыть о день рождения близкого человека в крайнем сроке сдачи отчета или важном поручении. Ученые выделяют четыре основных причины. Разберемся поподробнее. Так, я же ничего не забыл? Порой кажется, будто бы целый пласт информации просто исчез из памяти. Или же вы точно что-то забыли, но не помните, что именно. Ошибка поиска – самая частая причина забывчивости. Теория распада объясняет этот феномен так. Каждая новая мысль формирует логическую цепочку воспоминаний. Стресс, резкая смена обстановки или время имеют все шансы разрушить одно из звеньев цепи. Правда, это объясняет лишь потерю кратковременной памяти. Теория интерференции говорит о том, что схожие воспоминания вытесняют друг друга. Правда, есть способ минимизировать этот эффект. Регулярное повторение и перепроверка новой информации создают отдельный пласт, который никак не воздействует на воспоминания из прошлого. Ошибка хранения. Очень часто информация не откладывается в долгосрочной памяти просто потому, что на деле она нам не нужна. Проведем эксперимент. Все же знают, как выглядит 5-рублевая монета. Посмотрели? Запомните. А теперь закройте глаза и попытайтесь повторить. Не вышло. Все верно. Чтобы отличить одну монету от другой, вам достаточно знать ее вес, цвет, размер и цифру. Мелкие детали совсем не обязательны. Решка. И все же, самым актуальным способом является простая тренировка памяти. Учитесь, вникайте и не стесняйтесь повторить информацию. Но далеко не всегда все так просто. Один британец обратился к донтисту. После анестезии ему стало плохо. Врачи поставили диагноз. Амнезия. Теперь каждый день начинается для него одинаково. Он собирается на прием к стоматологу. Памяти хватает лишь на 90 минут. Звучит, как сценарий для фильма, но, увы, такие случаи далеко не редкость. Стресс и боль могут быть причиной нарушения памяти. Старайтесь избегать чрезмерного напряжения и переутомления. Так вы сохраните не только память, но и свежесть ума. Итак, пройдемся по основным техникам улучшения памяти и мозговой активности. Метод Айвазовского. Достаточно сложно передать такой динамичный момент, как движение волны. Нужна хорошая память. Пристально изучайте объект в течение пяти минут, а затем, закрыв глаза, восстанавливайте его в мельчайших подробностях. Что тренируется, то развивается. Учим стихотворение и прозу наизусть. Известный всем актерам прием давно прошел проверку временем. Не зря же в школе мы сидели над Бородино. Это касается и иностранных языков. Вносите в жизнь разнообразие. Чем привычнее обстановка, тем меньше деталей подмечает мозг. А наша цель – его развитие. Ходите домой непривычными маршрутами, обращая внимание на мелочи. Не зубрить, а понять. Выучить еще не значит запомнить. Только правильно усвоенную информацию мы можем применять на практике неоднократно. Мозг нуждается в логической цепочке. Чтобы пользоваться информацией корректно. Простые, но эффективные упражнения помогут вам развить память на долгие годы. Помните, дело подается терпению. Важно верить в свои силы. И главное – будьте внимательны. А, да, точно. Ешьте побольше овощей. Ну, а если вы давно хотели усыновить какое-нибудь животное, ну, или взять к себе домой там собаку или кошку, и об этом забыли, то мы вам напоминаем как раз таки в тему сюжета. Для этого не нужно делать никаких упражнений. Достаточно просто посмотреть видеоматериал, который мы вам сейчас покажем. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Ну что же, а чтобы это прекрасное животное забрать, до него еще нужно добраться. Да и в целом, на автомобиле приходится ездить часто. Поэтому у меня есть предложение. Идем за мной. Я расскажу вам о том, какие обстоятельства, какие дела сейчас на дороге. Потому что пробки, конечно, в Симферополе, это не редкость. Проблема актуальная. Я буду вашим гидом по переполненным дорогам в столице прямо сейчас. С высоты птичьего полета Симферополь, конечно, выглядит интересно. Сразу можно сказать, что центр уже весь в тянучках. Стоит, двигается еле-еле. А вот объехать умудриться можно. Давайте посмотрим поподробнее. Начнем традиционно с улицы Киевской и площади Куйбышева. Как всегда, пробка, пробка перед кольцом. И со стороны улицы Киевская, и со стороны проспекта Победы. А вот проспект Кирова движется хоть и медленно, но все же тенденция к движению очевидна. Хотя дальше, перед площадью Советской, что является вторым в нашем обзоре кольцом, опять образуется тянучка. Конечно, не пробка. Движение есть, но медленное. Точно так же дела обстоят перед этим кольцом и на улице Ленина. Тоже движутся, но еле-еле. Там два светофора. И, пожалуй, что ситуация связана именно с ними. Посмотрим, как обстоят дела в самом центре города. Улица Гоголя. Движение есть, но затруднено. Улица Александра Невского. Синонимично. А вот улица Горького, пожалуйста, катайтесь на здоровье. Только, боюсь, припарковаться там в это время уже не получится. Все, кому нужно на работу к 9, приехали пораньше и автомобили поставили. Улица Маяковского. Движение затруднено. Что же, по остальным улицам, по всей видимости... А, вот бульвар Ленина еще. И Павленко тоже движение затруднено. А вот по остальным улицам объехать еще можно умудриться. Не считая улицу Толстого и улицу Киевская. Дальше. В сторону площади Куйбышева от Московской площади. Там, конечно, тоже скорость движения не то, чтобы ограничена правилами, а скорее движением самого автотранспорта. Быстро взглянем, какая ситуация на объездной дороге. Ну, как всегда. Проехать можно и можно объехать что угодно. Что же, руководствуясь такими простыми принципами, вы можете сократить дорогу, даже потратив больше километраж и больше бензина. Потому что вы не будете стоять в пробке 20, а то и 30 минут. Бывало и такое. Ну, бывало. Даже, наверное, Саша Ткачев, который сегодня выезжал в центр Крымской столицы, немного стоял в пробке. Кстати, он сейчас на прямой связи со студией. Мы можем лично у него узнать, где он находится и о чем он готов нам рассказать. Доброе утро, крымчане. Доброе утро, коллеги. Я нахожусь в парке имени Гагарина и готов вам сообщить довольно интересную новость. Дело все в том, что крымское отделение Росрыболовства оповещает о том, что с 1 апреля, которое было, как мы помним, вчера, по 31 мая, запрещен вылов рыбы во всех водоемах рыбохозяйственного назначения. Ну, вот я думаю, что Гагаринское озеро таковым не является. Но, тем не менее, любые озера, где разводится рыба для хозяйственного применения, там вылов рыбы запрещен. Этот запрет не касается акватории Черного и Азовских морей и тех водоемов, в которых рыба взращивается частниками. То есть, мы все знаем, есть такие водоемы, где частные лица, скажем, за отдельную плату предоставляют услугу вылова рыбы. Там, по их разрешению, спокойно можно вылавливать рыбу. Так что, я надеюсь, эта информация будет полезна всем тем, кто увлекается рыбалкой, а всем остальным, кто сейчас собирается на работу, сидит дома или, в общем-то, только планирует выходить куда-то в город. Я желаю хорошего солнечного дня, а он и есть солнечный, и желаю хорошего настроения и творческих мыслей. Студия! Что же, спасибо, Александр. И ведь, действительно, большинство зрителей собираются на работу. И пока вы делаете это, мы предлагаем вам отправиться вместе с нами в небольшое путешествие. Поэтому прямо сейчас сюжет про Кацавели. Некогда научный объект обрел огромную популярность среди молодежи. Скейтеры, художники, да и просто творческая молодежь собирается здесь. Правда, немногие знают, где это находится. Находится это все в поселке Кацавели. Поселок за Голубым заливом около Семииза. Маленький. Площадь не более 70 гектаров. Всегда был немноголюдным. В начале 20 века тут насчитывалось всего 12 домов. Знаешь, в самый разгар туристического сезона здесь очень мало людей. В отличие от соседнего поселка Семис. И причин несколько. Здесь всего лишь три магазина. Сюда сложно добираться. И отсутствуют какие-либо туристические развлечения. Зато здесь всегда идеально чистая вода. Когда-то здесь приобрел участок архив Куинджи. Говорят, что это было рядом с недостроенным санаторием. Там стоял его дом. Хотя домом это сложно назвать. Это была складная конструкция, которая на зиму убиралась. Постройку изготовили по чертежам великого художника в Севастополе. Сооружение представляло собой шесть деревянных щитов. Внутри которых могли поместиться две кровати и между ними столик и стул. Это один из лучших пляжей Кацавели. Здесь галька, а дальше необустроенные волнорезы. Но, как говорят местные, именно здесь любил со своими учениками собираться архив Куинджи. Существует легенда, что это и есть любимый камень живописца Узумташ, который стал вдохновителем многих картин художника, как и кристально чистая вода. Благодаря Шулейкину он, как говорится, доказал и показал. И после этого, как говорится, и Сталин ему сказал делать вот штормбассейн и сделать здесь науку. Оно проходит здесь 25 метров от берега. Вот. Поэтому здесь самое чистое море. Вот. Поэтому и устричная ферма здесь. В полукилометре от берега виднеется океанографическая платформа. В 92-м году во время шторма ее повредила незакрепленная секция. Сейчас она в аварийном состоянии. Эта платформа была первой в Европе. В ней располагались жилые комнаты, камбус, лаборатории, кают-компания и туалет. Кацавели никогда не было особо закрытой территории. Но после того, как здесь основали Черноморский гидрофизический институт, естественно, что как о курорте об этом месте больше никто не вспоминал. Научные сотрудники здесь, конечно, отдыхали, но обычных людей в гости явно не звали. Именем Василия Шулейкина названа главная улица поселка. Именно здесь он собрал материал для монографии «Физика моря», за которую был удостоен Государственной премии СССР. Здесь устроен был такой хитрый совершенно радиотелескоп, тарелка прямо в земле. Вот она, вот такая вот. В свое время тоже новое введение и, конечно, очень большая редкость. Сейчас уже, например, такого типа тарелки огромные только. В кратерах вулканов Южной Америки устроены и тому подобное. Не только. А это вот была одна из первых. Это антенна радиотелескопа, который функционировал в 50-е годы прошлого столетия. Диаметр чаши около 30 метров. Сейчас у нее частично разрушена нижняя часть. Считают это одним из мест силы в Крыму. Начиная еще с 90-х и в нулевых и все такое, здесь постоянно у нас йоги занимались. Они приезжали по несколько раз в году. И на пляже нашем, вот около этого, они занимались вовсю. Немного поразмяться приходится не только йогам. Есть еще один недостаток. Подниматься обратно с моря придется все равно в горку. Ну, как и везде на южном берегу. Так что прогулки к пляжу и обратно будут отличной утренней разминкой. Население поселка менее 600 человек. Все друг друга знают. Поэтому если вдруг вы будете плохо себя вести, в следующем году теплого приема не ждите. Доехать в поселок на общественном транспорте можно только из Ялты. Но из Симферополя можно взять билеты до Кострополя и выйти на трассе. От дороги до Коцивилии примерно полтора километра. Это действительно место силы. Только, пожалуйста, сохраните его в секрете. Такой покой и тишину можно найти только здесь. Интересно, что считают местом Крыма, ой, местом силы наши новостные дикторы. И сейчас я знаю, что один из них с нами на связи. Доброе утро, Сережа. Доброе утро. Саша, Артем, доброе утро. Скажи, пожалуйста, а вот в какой город Крыма ты предпочитаешь ездить? Может быть, это Северный Крым или наоборот все-таки классический, по классике ЮБК? Знаете, как говорят, что лучше гор могут быть только горы, в которых еще не бывал. А в Крыму нет еще пока такого города, в котором бы я ни был. И каждый из городов имеет свой колорит, свою особенность. И все зависит от настроения. Хочется покоя, едешь в степь в Северный Крым. Хочется чего-то такого более морского и радужного, едешь на ЮБК. Поэтому я не могу сказать, какой город мой любимый. Могу сказать только, что мой родной город – это Симферополь. Это правильно. Лучше новостей, как известно, могут быть только новости, которые ты еще не слышал. Что там на повестке дня? В утреннем выпуске новостей мы расскажем о решении судьбы инвестиционного проекта по производству креветок в Сахском районе. Также вы узнаете, как изменилась стоимость проезда в городах и районах республики. Наши журналисты покажут, почему жители села Курортное Ленинского района могут остаться без транспортного сообщения. А в Севастополе готовятся к съемкам «Лошади актеры». Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых свежих и интересных новостей. Спасибо, Сережа. Хорошего тебе эфира. Хорошего эфира. Съемки «Лошади актеры». В принципе, да, Сергей прав. В любом случае в Крыму можно поехать куда бы ты ни захотел. В принципе, с любой целью. И за успокоением, и для того, чтобы и расслабиться, и отдохнуть. И каждый раз открыть для себя это место заново. Уж поверьте, опыт у корреспондента-путешественника – это абсолютная правда. На Крым можно смотреть по тысяче градусов просто с разных точек зрения. И каждый раз будешь восхищаться. И открывать что-то новое. Но, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Уже 8 часов почти 55 минут. И нам приходится с вами прощаться. Александр Корнович, Артем Андроновский. Мы увидимся с вами и завтра. Это хорошие новости. Пока-пока. Пока.